Ну, твоя позиция примерно понятна, а у меня-то, знаешь, к демократии немножко другая претензия есть. Вот, поскольку, ну давай вот вспомним, как мы относились к демократии там в конце 80-х, в начале 90-х, когда мы с упоением воспринимали все эти новые положения. Говори за себя, говори за себя. Ну, мне кажется, что, ну хорошо, давай я сейчас поясню, что я имею в виду, а потом ты либо согласишься, либо меня провернуешь. То есть на тот момент, в конце 80-х, 89-е, 90-е, мы исходили из того, что когда нам подсовывают начальников, да, а кто подсовывал? А КПСС, да, подсовывал. Либо они там в политбюро соберутся и скажут, а теперь вот этот будет генеральный секретарь. Либо, значит, нам подсовывали депутатов районных советов, опять же, они пользовались этой же 6-й статьей Конституции, по-моему, что они руководящие, направляющие. Мы лучше вас знаем, кто у вас должен быть депутат. И они нам навязывали. И тогда, ну, во всяком случае, я, вот у меня была такая идея, что вот если бы людям дали возможность, всем людям дали возможность выбирать себе депутатов, например, да, но тогда выбор был бы гораздо лучше. Вот у меня тогда было такое понимание, что, ну, все, конечно, никогда не участвуют. Ну, процентов 15 людей никогда не участвуют ни в каких выборах, это я уже по опыту своему знаю, да. Но если у 85% есть возможность выбрать, то тот, кого они выберут, он точно будет лучше, чем если вот ограниченная кучка людей внутри КПСС нам подсунет какого-то кота в мешке. То есть, вот в большинстве есть понимание, кто самый лучший начальник. Большинство, то есть народ не ошибается, да. Ну, есть же такая вот мем такой или такая вот фишка, что, ну, народ-то же не может ошибиться. Ну, как это то, что целые люди, что ли, могут ошибиться? Вот, а потом произошел 93-й год. Как ты помнишь, были выборы депутатов Госдумы декабрьские. Я в них не участвовал. Ну, я просто тебе напоминаю, как это было. И было там с помпой по телевидению. Вот сейчас у нас начинается новый политический год. А ЦИК там отсчитывает, посчитывает. Это был декабрь, если мы будем менять декабрь. Да, и они все ждали, ну, конечно же, выбор России, он будет самый-самый, ну, потому что они же все прогрессивные, они такие, демократы такие. И вдруг побеждает Жирик. И все в шоке. И выходит. Россия, как ты там? Россия, ты сошла с ума. Это сказал Иван Кевелиди, лидер партии, в которой тогда я состоял. Вот, ты сошла с ума. И это был шок. Ну, не для всех. Ну, во всяком случае, для ведущих этой политической программы Телевизор. Потому что она как-то так быстро закрылась сразу же, спустя там полчаса или час, когда они поняли. И тогда у меня появилась мысль, а как они вообще думают эти ребята? Кто они? Избиратели. Речь идет об избирателе. О том самом большинстве, которые как раз кидают бюллетень в дырочку. Как они думают? И чем дальше были другие выборы, другие выборы. И вот этот вот вопрос, он ставал все больше и сильнее и в полный рост. И после середины 90-х появилось такое направление в социологии, такое качественное исследование. Это называется фокус-группы или такая проективная технология. Когда из человека вытаскивают его мнение в ситуации, когда он не хочет его говорить. Всего разных причин. Вот. А во-вторых, он даже не может его точно сформулировать. А его нужно вынуть это мнение. Таким образом, что человек это тюбик, из него надо выдавить. Но он не должен почувствовать давление, что из него вынимают. Вот это вот такой метод. И вот давай я тебе сейчас проиллюстрирую на своем примере, что я имею в виду. Мы все учились в школе, да? Давай предположим, что мы с тобой учимся в 10 классе. Мы все учились понемногу, чему-нибудь и как-нибудь. Да. Вот 10 класс. И нам нужно выбрать старосту класса. Ну, всегда же староста класса был, да? И вот есть у нас несколько кандидатов, несколько мальчиков или девочек, которые говорят, вот выберите меня старосты класса. Есть, например, один кандидат, такой умненький, отличный, который говорит, ребята, нам надо выбрать такого староста, который, значит, подтянет всех. Мы будем учиться, мы будем там олимпиады выигрывать, у нас будет самый лучший там средний какой-нибудь балл по району или по всей школе, да? Ну, нам придется пахать, давайте мы на время забудем про всякие там катки, про всякие, значит, какие-нибудь увеселительные там кинотеатры походы туда. Мы будем работать, потому что нам нужна там типа карьера какая-то. И вот, значит, он с такой программой выступил. И выступает какой-нибудь другой мальчик, который говорит, ребята, я считаю, что если вы меня выберете, я такой произведу переворот в школе, я родительский комитет поставлю, там ученики должны командовать, а не родители. Что такое родители? Это уже старье, это уже отмирающий класс, а я добьюсь, что родители будут нам выдавать деньги, девочкам будут выдавать деньги на сигареты, потому что все девочки курят, это факт. А мальчикам будут, родители будут выдавать деньги на презервативы, потому что девочки у нас очень фертильные и хорошие. Вот такую я проведу революцию. И появится какой-нибудь третий кандидат, который скажет, ребята, да не надо вот это нам запариваться, да зачем-то, ну учимся и учимся, и как-нибудь учимся. Будем почаще ходить на каток, будем ездить там на какой-нибудь пленэр и будем отдыхать. Вопрос, за кого проголосует этот класс, с учетом того, что у отличников в моем классе было три человека, и я в том числе. То есть у этих трех человек, наверное, будет три голоса у этого кандидата. Вот таких вот гопников, которые предлагают провести переворот, да, в моем классе их было два таких гопника. И они, наверное, друг за другом бы проголосовали. А основная масса, так называемая болота, это троечники и четверочники. И они будут голосовать вот за этого, за третьего, потому что он им ближе, когда они выбирают, человек выбирает всегда того, кто ему ближе по тому, как он устроен внутри себя. Но, все-таки демократия это позорная, конечно, система в моем понимании, но у нее есть три плюса важных. Первый плюс, эта система дрессирует людей на то, чтобы они спустя 300 лет или 500 лет уже наконец-то поняли, что вы будете жить так, как у кого вы выбираете. Это дрессировка. Человек это животное, реагирует на боль. Пусть человек выберет кого-то, какого-нибудь урода, почувствует эту боль. Второй плюс, это сменяемость. Все-таки человек, он склонен хапнуть, но если он знает, что он будет сменен и будет разоблачен, он это будет какое-то ограничение. Наверное, он все равно будет хапнуть, но хотя бы есть возможность или рычаг взять его за одно место. Во всем остальном, демократия это плохо. И третий важный момент, третий важный момент, все остальные системы еще хуже. В моем представлении, демократия это все же ширма. Это просто ширма. Она должна быть, вот понимаешь, ширма важна, когда к гинекологу приходит дамочка. И не надо, чтобы все со стороны смотрели, какие нужно с дамочкой гинеколог должен провести манипуляции по поводу ее плода или какой-нибудь болезни. Это такая ширма. Но все серьезные вещи, они должны происходить за ширмой, в моем понимании. Потому что давать вот это все народу на откуп, это очень чревато, по-моему. Но об этом никто никогда не будет говорить прямо, явно. Ну, на самом деле, народу на откуп дается постоянно. Всегда вылезает какой-то компромат, слухи, домыслы. Но народ не хочет брать. Ему все дают, но не хочет брать. Вот, берет, народ с удовольствием это берет. И с удовольствием обсуждает личную жизнь принца Чарльза, или там личную жизнь премьера Медведева, или личную жизнь, сколько у Путина особняков в Испании. Народ это очень любит. Но на тему подглянуть в скважину. Подглянуть в скважину народ это крайне любит. В любой стране мира, в Америке, в Британии, в Японии, в России, неважно. Тут совершенно нету каких-то национальных предпочтений. Речь о выборе. Первое. Выбор. А из кого мы выбираем? Или кто является субъектом выдвижения? Да, субъектом выдвижения. И кто является, откуда берутся объекты в движении? Ну, наверное, субъект, он уже и придумывает, где взять объект. Да, да, да. То есть, откуда берутся те, за кого мы голосуем. Давно гостилось в чудесной стране. Там плещутся рифы в янтарной волне. В тенистых садах там засыли веков.